Один из самых масштабных проектов минувшего года – участие Анапы в программе формирования комфортной городской среды. В результате в шести анапских дворах появились благоустроенные комплексы с детскими площадками, спортивными тренажерами и парковыми зонами. Сквер-строитель в 12-м микрорайоне обрел вторую жизнь. Я приведу пример даже по комфортной городской среде. Ну вот было же такое, когда мы только начинали, многие люди были против, не надо ничего трогать, оставьте все как есть. А потом они говорят с благодарностью. И все это благодаря вам. То есть вы сумели перековать народ, все это сделать. В этом году Анапа завоевала первое место на конкурсе муниципальной практики. В нем приняли участие 157 городов. В номинации «Обеспечение обратной связи с жителями и развитие территориального общественного самоуправления» у курорта не было равных. Мы были в Совете о Федерации с главой Новороссийска, они второе место заняли, да? Определенный такой резонанс. Не потому что мне Мутко вручил там, нет, он вручил Анапе, он вручил тосам, которые здесь работают на территории. И вот этот звук, эта благодарность по всей России. Анапа звучит как курорт, но если еще не прозвучало как город, который очень активно работает с населением, где комфортно жить и где создается благоприятная среда для населения, а значит и для отдыхающих, это действительно дорогого стоит. Один из долгожданных объектов для жителей Субсеха – сквер воинской славы. В этом году на улице Советской была обустроена парковая зона с памятниками и мемориалами. Минувшей осенью в сквере высадили молодые березы, платаны и сосны, а в 2019 году здесь появятся кусты китайской розы. Такой огромный округ увеличивается, растет, а нет места даже, где это провести сбор, вот что-то значимое такое для округа мероприятия. Сегодня великолепный сквер. Да, по-моему. Великолепный. Огромная благодарность от жителей за этот сквер. За помощь в реализации городских проектов руководителям ТОС были вручены благодарности от главы курорта. Планы по развитию Анапы в следующем году уже есть. Одна из первостепенных задач – строительство школ и детских садов. Начинается и закладка Анапского дворца «Бракосочетание», а на главной площади города вместо демонтированного торгового павильона появится сквер с фонтаном. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.